Психопрофилактические мероприятия в различные периоды жизни отличаются некоторыми своеобразием и особенностями. Жизнь людей в возрасте после 40-50 лет требует особых условий труда и быта. Работа в этом возрасте может быть интенсивной, только относительно короткое время. В течение рабочего дня необходим отдых. Сон рекомендуется более длительный, не менее 9-10 часов. Вот это было написано советскими психиатрами в 1969 году. Сейчас Финляндия, 2020 год, с вот этими идеями выступает. Короткого рабочего времени, продолжительного отдыха, вплоть до сна там на рабочем месте, оплачиваемого причем и конечно особых условий труда. Совершенно верно. Что мешает нам внедрить это сейчас? Есть у кого брать пример и есть те моменты, когда вспомнить, что говорилось 50 лет назад на эту тему. Все это было. Придумывать то ничего нового не надо. Просто вспомнить, что это есть существует, было наработки этих идей, мыслей. Во всем есть здравый смысл. Ну почему не взять этот здравый смысл на вооружение? Поэтому правильно я только поддерживаю. А эту идею к человеку надо относиться по человечески. Вы говорили о том, что общество психически больное, практически каждый. И вот здесь пишут о том, что психогигиенические мероприятия по отношению к лицам психически неполноценным, должны быть строго индивидуальными и зависят от нозологической формы, особенностей течения болезней и состояния трудоспособности. При их проведении следует учитывать характер психической неполноценности, возможность компенсации и исправления дефекта, индивидуальные способности, например, частичная одаренность, музыкальная или художественная. Чрезвычайно важно вовлечение в общественно полезную и трудовую деятельность во избежание дальнейшей психической и социальной деградации. Необходимо продуманные трудовые рекомендации. Вот как сейчас с этим обстоит дело? Насколько люди психически нездоровые вовлекаются в жизнь социума, в трудовую деятельность? Ну, есть предприятия, которые считают за честь, чтобы в коллективе работали люди с меньшими нагрузками. Есть такие, я знаю, вот несколько магазинов, в них работают, да, снижена, ограничена работоспособность, люди получают пособие. И, тем не менее, на простых работах они вовлечены, они в коллективе, и их выделяют, заботятся. Есть такие моменты. Но, к сожалению, раз, два, три и десять пальцев достаточно, чтобы какие-то примеры доказать с фактами в руках. Такие случаи есть, но мало. А так, о чём идёт речь? Чтобы к каждому подходить индивидуально, учитывать особенности. Индивидуальный подход, идея-то такая. И, соответственно, и на рабочем месте могли бы учитывать эти особенности. Человек ограничен в чём-то, и, тем не менее, он вместе со всеми работает. Ощущение полезности для общества, да и для себя тоже. Ну, это задача государства как-то простимулировать частную фирму, частную компанию, чтобы она, чтобы ей было выгодно взять на работу человека с ограниченными возможностями. Да, какими-то поражениями мозга может быть даже, да. И вот в некоторых странах там снижается налоговая нагрузка на фирму. Когда та берёт на работу вот... Конечно. ...психически больного человека. Стимулировать можно, всё. И государство... А здесь это есть? Ну, есть, но отдельные, отдельные какие-то случаи. Нет, а вот на уровне закона? Ну, я не знаю. Надо поднять законы и посмотреть. Я не силён. Это надо спрашивать у юристов. Есть такие? Наверное, есть. Раз, вот я знаю, несколько случаев. Люди работают с ограниченными возможностями, работают в нормальном здоровом коллективе. Они приняты в обществе. Относительно здоровым, да? Да. Для больных с шизофренией очень полезна трудовая занятость, так как вынужденное безделье способствует развитию их аутистических наклонностей и отрыву от окружающего. Труд является оздоравливающим фактором при психопатиях, неврозах и истерии. Совершенно верно. Были в психбольнице трудовые лечебные мастерские, где пациенты были заняты трудом. И это действительно влияло очень хорошо на их душевное здоровье. Это было. Это было. Я помню. Мы уже были пассаж Boulder. Я думаю. Если